Особое мнение на 101FM Содержание проезжей части и тротуаров Планы по реконструкции теплосетей на 2024 год Расширение географии действия закона о тишине Новогодние украшения, оформление нашего города Вот эти темы хотим сегодня затронуть Вы в конце октября на своей странице в соцсети Писали о том, что удалось добиться ремонта некоторых участков дорог Уже за рамками гарантии 4-летней Я напомню, что Юрий Львович входит в группу общественного контроля За содержанием и ремонтом дорог Расскажите, что там за история? Как так удалось добиться? Просто я, наверное, часто выносил мозг руководителя Настойчиво общались с руководителями И на заседаниях групп рабочих об этом говорил То есть эти дороги были реально несколько лет назад Оценены их неудовлетворительные состояния На это были составлены акты Они вмонтировались в рамках безопасных, качественных автомобильных дорог По федеральной программе Они делали WKD все А потом вышли из гарантийного срока Хотя имели существенные недостатки Подрядчики судились субподрядчиками Хотя это совершенно неверно Эти ссылки на субподрядчиков, наверное, скоро закончатся Все же Есть подрядчик основной И он должен нанести КДМС? Все И Автодор, и КДМС, да И вот Обещали в мае сделать Вот к осени, слава богу Эти улицы, находящиеся в 14 округе Они были приведены в порядок Еще удалось часть улицы Тарецкой Которая не было в этом списке Подремонтировать в неполном объеме Но большой участок литым асфальтом был исправлен Там есть еще вопросы по, как обычно, постыковочному шву Но я думаю, что весной я этот вопрос добью Но это подрядчик за свой счет Получается, да? Выполнил Ну, что так было, да Ну, то есть, получается А как они уже с бюджетом города Это уже их проблемы, как говорится Ну, значит, не бесполезно настаивать, да И взывать Постоянно, постоянно работать Может быть, этот опыт как-то чаще использовать Распространить его и на другую часть Ну, мои коллеги знают об этом Не все принимают Коллегам, депутатам, да Подсказать путь Хорошо, еще про содержание проезжей части и тротуаров Ну, вроде у нас на зиму, да Настроилась погода Хотя недавно были такие температурные качели Плюс-минус И кировчане в соцсетях активно жаловались На то, как выглядят проезжие части Это то и тротуары Пешеходам было скользко Да и сегодня достаточно скользко Как вы оцениваете Как отработали подрядчики эти недели? Ну, вот, когда первый снег выпал Там, конечно, получилось немножко Как говорят поляки Что за надто, это не здорово Пересыпали немножко песка, конечно И это кашица образовалась А я не понимаю, Юрий Горьевич Просто перестраховались Городминистрация же обещает Что не используют песок Правда, они закупили 550 тонн Тонн асфальта Говорю, асфальта Песчано-соляной смеси Ну, и галит тоже закуплен Он есть, но песочек используется Типа, говорят, в центральной части города Мы его вообще не используем Но мы видели, что он попадается Ну, и отсюда вот эта грязная каша Каша, да Получается По уборке тротуара Надо отметить, что занимаются И техники добавилось Это видно Во-первых, появились бригады Которые вручным способом Подчищают, защищают И это видно Вот я каждое утро перемещаюсь Там определенные 5 километров Нормативства выполняю И вижу, когда выходят На работу эти бригады Работают Вот где скользко Самое спешное Что вот если не очень Был убран тротуар Как-то вот По нему идти более удобно Чем там, где уже прошлись Щетки Щетки, да Я, кстати, тоже этот заметил Особенно это на плитке На прошлой неделе, да Если на асфальте это не так ощущается То на плитке это очень ощущается Там такая налегия образуется Вот от действия щеток, наверное Как говорят власти Скользкость образуется Да, скользкость Да, я не знаю Это выражение Но у нас много выражений То в залповый дождь бывает В залповый снег Вот сейчас еще скользкость образовалась Не, ну видно, что работа ведется Ну, где-то скользит Ну вот на том участке, где я хожу Ежедневно Вот у меня только проблема возникает На набережные На определенных участках Там, ну видать, ветер Ну, видимо, расположение Да, расположение Да, расположение А по остальным вполне доступно Даже с большой скоростью Можно перемещаться Но пока в целом, наверное, еще рано делать выводы По новой эффективности работы Ну да, еще шесть не компадов не было Вот этой новой системы Когда у нас пять подрядчиков Подрядчики говорят, что не хватает, конечно, ресурсов Ну, сейчас с трудовыми ресурсами у нас везде Не очень хорошо Конечно, вот этих бригад, которые должны зачищать Подчищать ручные методы Надо бы добавить Ну вот Я думаю, что все же закупается и техника И ситуация все же должна более-менее быть нормальной Слушайте, а сейчас вот в эти дни администрация Отчитывается регулярно о том Что с улиц вывезено столько-то тонн мусора Это получается в том числе Вот этот песок мы разбросали И тут же его вывозят Да, потому что иначе весной его сложно будет Да, весной он все равно будет У нас так каждый год Ну, сейчас же еще вот Может включается еще Видите же, много идет очистки от деревьев Может, это включается тоже Потому что достаточно большие Объем уже у нас спиренных веток Стволов деревьев Может, это еще входит Ну, кстати Ну, машины вот по уборке именно проезжей части Их достаточно много ездит Скорее всего Ну, кстати, вопрос о том, что старыми ветхими деревьями Нужно заниматься Тут в очередной раз продемонстрировала ситуация В регионах Сибири, да? В Сибири, да Где прошел ураган Видео страшное Когда деревья большие падали На движущийся транспорт И стоящий даже на движущийся транспорт Попадали У нас ведь, кстати, в этом году Еще и норматив по вывозу снега увеличен Ну, количество не норматива В предстоящем сезоне Средства выделены в большем объеме Ну, там и стоимость его не возросла По затратам в связи с стоимостью топлива И так далее Ну, за год изменились цены В том числе и на горючие смазочные материалы Но Ну, пока не знаем Насколько снежной будет зима, конечно Сложно пока объективно Вот сколько заложили Переживайте, все и вывезут В этом сомнении нет Хорошо, к следующей теме переходим В областном законодательном собрании Недавно обсудили депутаты С представителями МВД Эффективность, или не знаю Неэффективность Очередных антилкогольных мер Вступивших в силу в нашем регионе С марта этого года Я напомню, что была запрещена торговля в точках Которые расположены в многоквартирных домах Переведенных в нежилое имущество И вот по словам представителя управления МВД У нас порядка сотни магазинов Формата 24 часа Они, напомню, являлись основной целью Введения этих поправок Они у нас продолжают функционировать Ну, видимо, имеется территория всей области Не только областной центр Мне почему-то так кажется Я думал, что это областной центр Думаете, областной центр? Так, ну что ж, получается Мы вот в никуда выстрелили Штука ИПД у нас еще не отменялась Когда, помните такое выражение В период развитого социализма было ИПД Ну, это где-то с этим граничащие Я не скажу, что это впрямую коррелируется Но где-то так же граничащие Если бы возможности наших правоохранительных органов Были контролировать в полном объеме Деятельность магазинов, которые нарушают закон Я имею в виду про 24 часа Но в первую очередь это торговля в ночное время В ночное время, да То это бы, наверное, решало задачи А вот закрытие, ну, под это уже попало много и красное, и белое И, как второй, я забыл Бристоль Бристоль, да, попали Сетевые магазины, которые соблюдают законодательство торговли Да, вполне хорошо соблюдают они это Ну, я думаю, что, может, это помогло неким сетевикам свои Нарастить объемы продаж Тоже не исключаются Перетекло из одного места просто в другую Я не думаю, что объемы потребления как-то упали Просто перетекли в другие руки Ну и что? Как дальше-то с этим разбираться? Никак Никак? Ну, кстати, на протяжении последних месяцев Коллеги из УЗС, они признавали, что... Мы же не можем на федеральном уровне решить вопрос Как называемых фуфыриках, там, боярышниках и остальных Чтобы их не продавать Круглосуточно Все же продается Но полицейские продолжают проводить так называемые рейды Они запрещены продажи, это бесполезно Их можно реагировать, надо ночную продажу алкоголя А это не запрещенный продукт Его никто не проверяет Вы-то, кстати, напомните, участвуете в рейдах, когда депутаты у нас выходят и смотрят? Я без акций участвую в рейдах своих У меня есть обращения граждан, бывают такие Поэтому сам работаю в индивидуальном графике То есть имеется в виду как раз магазины формата 24 часа Да, они вызывают массу жалоб Жалобы были в Порошино, были в ДСК, Коминтерн Там занимаемся То есть вы приглашаете сотрудников полиции Они фиксируют факт продажи И дальше... Ну, не всегда это получается зафиксировать А почему? Ну, потому что бывает, что они нарушают в этот период, когда идет проверка А, то есть в урочное время еще идет, да, какая-то торговля? Нет, ну, то есть мы выезжаем в неурочное время Но они... продажи не всегда происходят Ну, бывает, что акты составляются, да, и занимаются Но это же, понимаете, страдает же не владелец этого, так называемый продавец Который непосредственно отпускает А штраф с минимальным штрафом, не как на юридическое лицо И все А штраф там на продавца порядка несколько тысяч, по-моему, да, рублей Это для... Ну, это окупается быстро Торговца это совершенно несущественно Ни о чем Но это, опять-таки, федеральное законодательство, да? Да, да Все эти штрафные санкции, их размер Так что получается? Мы как-то вот сейчас топчемся на одном месте Мы зависли в какой-то точке Не только мы, а вся страна так топчемся Вся страна Ну, с жалобами вам, видимо, придется и дальше Ну, да, будем работать Работать, пока не сдвигается эта тема Не так много уже сейчас, но есть над чем еще работать Что касается ремонта теплосетей В этом году, как ранее филиал Т-Плюс нас информировал Порядка 55 километров подземных коммуникаций Было переложено в этом году И вот планами... Ну, еще не закончено Ну, еще не закончено, да Далеко не закончено Хотя сроки земляных работ уже по нашему законодательству давно исчерпаны У нас 1 октября Все остальное запрещено Вот, да, и... Но еще и благоустройство должно быть после окончания работ проведено Конечно, все должно быть возвращено на место, восстановлено Есть плитка, то это, понятно, можно и в другое время еще делать А вот, где асфальтирование Есть вопросы Ну, еще лучше Есть пример Вот у нас во дворе Только по ППМИ был двор сделан И вдруг плановая замена труб Не авария Да вы что? Плановая замена труб Вдруг произошла Вот так скоординировано И не было никаких согласований? Ну, согласования нет Они проведены А значит, с кем-то там Ну, не с жильцами же дома Ну, так или иначе Ну, сказали, что там, наверное, там авария Где-то там как-то не так Ну... Будем копать Да, и копают И в настоящее время И прокопали Но не... Все это благоустройство не проведено Так, а обратно-то закрыли это все земля? Нет Нет Нет, открытые трубы стоят Но трубы новые Ну, да, новые Только непонятно, почему стоят металлические трубы А не пластиковые, чтобы еще через 2-3 года опять не менять Хотя совсем недавно эти трубы уже меняли Поверьте Какая интересная история Ну... Участок один 5 лет, другой 3 года И все по-новому Заниматься благоустройством сейчас зимой в холодное время года Соответственно, нельзя Не, ну, если там где-то была плитка Это возможно еще Хотя там тоже есть правила укладывания и песка И все остальное Там плавание Но есть участки, где надо асфальтировать Ну, там для определенного периода Литым асфальтом, конечно, можно заливать Но когда по-живому, новому все это делается Конечно, очень неприятно Ага Ну, это как-то огорожено Да, огорожено Вопросы безопасности Это соблюдено? Огорожено, да Светового ограждения, конечно, нет Но решеточками, сетками сделано Так получается, сейчас всю зиму это в таком состоянии пробудет? Ну, я думаю, что нет, наверное, скорее всего начнут закрывать Потому что идет же резкое охлаждение, подачи Ну, так называемая консервация, да? Объекта, как говорят, теплоэнергетики Вот, и что касается планов на следующий год Планы тоже достаточно большие Если в этом году, повторюсь, 55 километров То в следующем порядка 40 Но в связи с тем, что у нас в следующем году юбилей 650-летний Да, достанется окраином в этот раз Решено сосредоточиться не на центре города Юго-Запад, Лепси, Дружба и другие микрорайоны Ну, и можно только позавидовать больше Ну, позавидовать это в кавычках Мы же сами прекрасно понимаем Потому что новые трубы будут Праздничное, хорошее, светлое настроение Оно начинается, когда ты выходишь из подъезда И вот если здесь все хорошо, рядом с твоим домом То и с настроением все в порядке Ну, согласитесь, негативы не избежать будем, да? Будут, наверное, стараться именинизировать его Минимизировать Ну, все же сейчас есть параллельное водоснабжение Оно уже все же налажено Где делались большие участки Была параллельная подача горячей воды В этот период Раньше этого не было Вот с этого года это и есть Да, где-то в прошлом году уже отдельные участки Ну, резервную ветку, так называемую, они прокладывают Снаружи прокладывают Да, да Но когда начинаются внутридворовые работы Там понятно, что никаких параллельных вещей никто не делает Ну, потому что это достаточно точечный такой объект Ну, это все равно тоже можно делать Увеличение затраты Идут на эти затраты Хотя могут себе позволить Может быть, какой-то еще компромиссный вариант Можно было бы подыскать Ну, обычно параллельно В других городах я видел, как это делается Параллельные линии наружные Вот, дело кладут Может быть, раньше начинать эти работы Ну, тут, конечно, многое зависит от От погодных условий Ну, тут проблема еще с организацией работ, как мы видим Сначала весь город вырыли Потом начинают трубы менять Потом следующая организация начинает благоустройством заниматься Они участками, то есть не делаются малыми участками Что было бы удобнее, наверное, для граждан Но это неудобно для наших исполнителей Для подрядных организаций, которые непосредственно занимаются С трудовыми ресурсами, видать, проблемы возникают Наберут подряд, а выполнить-то неким Жалобы по этому поводу вам, как депутата, тоже поступают? У вас в районе были работы такие земли? Не было А, в этом-то году То есть в следующем-то году Наверное, да Дождетесь в списке у вас пока нет В заречной части города У нас там все хорошо Ну, так или иначе, проблемы такие стоят Нужно перекладывать Ну, да, конечно Перекладывать нужно Не знаю, может быть... Ну, в этом году хорошо по дорогам поработали Вот в округе, если Из 15 участков и улиц дорог, которые были в Первомайском районе Тут 13, это было в 14-м округе То есть мы так поработали Ну, может быть, городским властям стоит еще больше присмотреться к этой теме Какие-то дополнительные требования какие-то еще сформулировать Главное нас синхронизировать работы, которые идутся по БКД и по ПМИ С работами, которые проводят Каждый раз об этом говорят Что должна быть синхронизация Сначала надо провести работы, которые должны сделать наши энергетики А потом заниматься другими вещами Чтобы не раскапывать Да, но почему-то это не получается На мой взгляд, задача-то не такая сложная Сесть за стол переговоров Уже даже можно Разложить свои документы Искусственный интеллект ее на подключить Разберется, я думаю, с такой Сложнейшей задачей Так, мы продолжаем общаться с Юрием Шлемензоном Депутатом Кировской городской думы На мой взгляд Важное новшество было одобрено на днях В областном законодательном собрании Имеется в виду распространение Так называемого закона О тишине На садоводческие товарищества Ну да Тот закон о тишине Ну это Общий закон Да, общий закон Это закон об административной ответственности В Кировской области С декабря 2019 года, если не ошибаюсь Действуют вот эти поправки Которые тогда еще принимались Они у нас устанавливают время тишины С 10 вечера С 10 вечера до 7 утра Но вы в реальность его работы верите? Ну вот если мы Судя по материалам, которые там поступают С административных комиссий С тех управлений Сколько там человек наказывают Ну вот да А что происходит в действительности На мой взгляд Тут явно недоработка А вы представляете, когда наши доблестные органы Приедут в СНТ Приедут они? Я очень сомневаюсь Ну это один из вопросов Это один из главных вопросов Мы же понимаем, что Необязательность выполнения закона На территории Нашего государства Она вот как-то нехорошо Ну я понимаю, да Ту идею, которую вы хотите озвучить То есть строгая законность Компенсируется необязательностью их исполнения Нет, закон хороший, правильный, наверное Да, кому-то это мешает Ну я не сталкивался, правда, с этим никогда Ну, наверное, есть места Раз это вызвано Раз депутаты обратили на это внимание Наверное, какие-то обращения есть По этому вопросу Я вот лично не сталкивался Хоча Обращения-то действительно есть, да В садоводчестве уже давно Как бы это Пребываю Ну больше 20 лет, наверное Но не шумите Сами лично И к соседям Ну как-то и не было Таких претензий не имеете Ну, может там где-то иногда музыка играет Не так Нет, ну вы же наверняка читали Следили, смотрели, слушали Что при обсуждении этих поправок Достаточно жаркая дискуссия В областном парламенте развернулась Кто-то из депутатов говорил Ну политические партии поработали А где же отдыхать? Вот ты выбираешься летом Из душного, жаркого города На природу В вечернее, в ночное время Чтобы отдохнуть Вот в этой прохладной обстановке Значит, лесу надо, а не в СМТ И они задавались вопросом А даже за городом не отдохнуть теперь Значит, в лес надо, а не в СМТ Не, ну я понимаю вашу иронию Это достаточно забавно Когда у тебя соседи за забором Там у них громко играет музыка Они там готовят шашлыки А время уже 10 вечера Значит, надо поставить правильные окна И не будет у вас никакого шума Есть решение вопроса? Ну да, позаботиться о лучшей звукоизоляции Твоего Чеклопакет поставить И будет все хорошо Твоего жилища Ну, кстати, автор поправок Депутат УЗС Дмитрий Русских Он ранее в нашем эфире говорил о том, что Это не последний шаг Он еще будет вносить инициативу о том Чтобы у нас так называемый тихий час Появился еще в регионе Например, Москва так живет С часа дня до трех часов дня Шуметь нельзя Тоже берет свое И он уже озаботился о том, чтобы у него было Иронизировать Хорошее, правильное сиеста Ну, это тоже неплохо Но все-таки, на ваш взгляд Нужен нам такой Пара-пара часов тишины В дневное время Ну, я не знаю, я не использую это в рейдах, к сожалению Для сна Для отдыха Не, ну, не обязательно же Отходить ко сну Ну, самое плохое Это вот, когда выходные дни Ремонтные работы начинаются Во время, которое Разрешено на самом-то деле Это более Сложнее перенести, чем Отдельные там Всплески Какого-то шума Ну, кстати На федеральном уровне Сейчас тоже ведь готовятся Поправки в этом отношении Ремонтных работ Да, да, там хотят С девяти до семи вечера С девяти утра до семи вечера Ограничить только Вот в это время можно Заниматься строительными Ремонтными работами Особенно некоторые занимаются только выходные дни И мотивируют, что в другое время У них нет возможности Заниматься только выходной день В выходной день, конечно Когда начинается сверление И все остальное Это, наверное, достаточно неприятно Отдыхающим людям Ну, кстати, по поводу Соблюдения и вообще знания Существования этого закона Я до сих пор часто Тут милиция, между прочим, реагирует Я говорю, милиция Реагирует, да Я очень часто просто вижу этот вопрос В соцсетях наших Подскажите Существует ли у нас время Когда можно То есть я делаю вывод Делаю вывод, что многие вообще не подозревают Что у нас Ограничено Есть какие-то нормы, да Ну, это говорится о том Что информационная политика Видать, в недостаточном уровне ведется С недостаточным количеством средств В том числе Это вы говорите о выделении средств на информирование Да, граждан, конечно Да, жителей Да Продолжаем, да, разговор Есть еще у нас время до рекламы Буквально, я думаю, минутку стоит уделить этой теме Я так понимаю, в ближайшие дни В нашем городском парламенте Будет рассматриваться вопрос Об установке мемориальной доски Экс-губернатора Николая Шаклеина Выступила с предложением, ну, институт юридический Академия Юридическая академия, да Ректором которого, Николай Иванович Определенный период Являлся в последнее время Вы, как личная оценка, нужна? Нужно таким образом увековечить память Николай Иванович? Есть предложение, вы обязаны рассмотреть Какого будет решения комиссии Я пока загадывать не буду Вот она пройдет на этой неделе Тогда я на следующей программе вам дал Что произошло Но вы же голосовать будете? Ну да, конечно Собственно, за или против Ну, у вас тоже Какое зреет решение? Я пока еще в раздумьях Вы хотите послушать, что там будет Ну да, коллеги, что скажут Непосредственно Это как раз на комиссии, которую я провожу Происходить будет Так, реклама у нас сейчас небольшая будет Полторы минуты она продлится Традиционно Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы После небольшой паузы у нас еще будет минут к 8 на то, чтобы пообщаться Реклама Сейчас информационную ленту успела немножко в перерыве почитать Делюсь с Юрием Ивовичем мнением о том, что тяжело с утра в понедельник новости читать Наши кировские и областные Потому что у нас в последнее время ни одного дня не обходится без того, чтобы кто-то на дорогах региона не погибал Что это? Недосмотр ГИБДД, низкая культура водителей Ну, будем говорить, что низкая культура водителей Недостаточно профилактическая работа ГИБДД в связи с тем, что очень резко сокращены штаты Самих сотрудников ГИБДД И недокомплект сотрудников ГИБДД Это решение, насколько я помню, было принято на федеральном уровне несколько лет назад По всей стране сократило число сотрудников Мы думали, что техническими средствами это сможет быть решено Но, видать, совсем это оправдалось Общая российская статистика говорит о том, что у нас, не то чтобы серьезный, но небольшой прирост есть по количеству пострадавших и погибших В Кировской области есть На дорогах Да, ну, у нас это вызвано определенным состоянием дорожного полотна Низкой освещенностью пешеходов Их переходов у нас в нормативке достаточно большое их количество Поэтому вот и детский травматизм у нас как бы так вырос значительно Относительно других регионов С этим надо бороться И я выезжал осенью неоднократно на проверке освещенности пешеходных переходов И видел, что в этом деле надо еще много и много дорабатывать Ну, мы с вами, как автомобилисты, знаем же прекрасно, что ночью, вечером очень тяжело рассмотреть пешехода, который переходит дорогу Министерство транспорта выдаст там светоотражающие эти стикеры, полоски для того, чтобы могли школьники Быть более заметными Да, заметными Ну, как-то я не увидел, чтобы эта акция провела какой-то результат И количество перемещающихся со стикерами незаметно, да, видно Да, была попытка у меня даже это в законодательном порядке провести через городскую думу В связи с тем, что это не сходится с федеральным законодательством Федеральное законодательство обязывает только при перемещении Вне населенных Понимаю, о чем Но мы видим, что растет Можно было это не в обязательном, в рекомендательном порядке, по крайней мере, провести Но пока остановилось Отклонили мое предложение А как вам мысль о том, прозвучавшую в администрации, чтобы по ночам у нас в дежурный режим работы светофоры переводить? Ну, вот я с этим... Слава Мячеслава Симакова, в декабре появится ясность Я не сторонник этой идеи, при той культуре вождения, которая сейчас существует Это вызовет, мне кажется, негативные последствия, при том серьезные негативные последствия Некоторые даже возмущаются, что снижена скорость на многих участках до 40 километров А я вот сторонник того, что это правильно сделано Во многих европейских городах уже до 30 километров Потому что даже когда происходит столкновение Человек или пешеходов с автомобилем То есть большая разница, это 40 километров или это 60 А наши 60, это на самом деле все 80 Потому что у нас есть плечо в 20 километров Которое во многих странах вообще отсутствует Поэтому даже при 30, это все равно 50 Это не 80 И опасность снижается Поэтому вот я сторонник И у нас есть такие определенные общественные деятели Которые ратуют, что это глупость И надо с этим бороться Но куда можно в нашем городе опоздать, скажите, пожалуйста Никуда Когда город можно за несколько За пару-тройку часов преодолеть Ну да, вся разница перемещения север-юк С нарушением и без нарушения состоит Всего там 5-6 минут Несколько минут у нас есть еще на беседу Вопрос вызовший традиционно в конце года Такой резонанс общественный Я имею ввиду бюджетные траты на новогоднее оформление города В этом году сумма в сравнении с предыдущими годами Самая большая, почти 30 миллионов рублей Как мы выяснили Третий или даже чуть больше Третий уйдет на покупку Новой елки для театральной площади Порядка 30 миллионов рублей 13 миллионов Я думаю, что ее, конечно, надо поменять О том, что не надо тратить средства на украшение города И сделать нашим детям праздник Я с теми оппозиционными политиками Которые против этого ведут Так называемую борьбу Не согласен полностью Считаю, что для детей должен При любых обстоятельствах быть праздник То есть экономить нельзя, на ваш взгляд Да Это делается больше Для взрослых тоже, конечно Но и для детей в большей степени Которые воспринимают праздник достаточно серьезно И радуются ему Я не сторонник сокращать затраты Их надо рационально, под контролем использовать Это безоговорочно Но снижать затраты и говорить Вот можно там было что-либо сделать Окно заменить или пол крыши отремонтировать Это неправильно Часто в соцсетях можно видеть Такие просьбы, аргументы Украсть как можно большую территорию города Не у многих У многих, вернее, не получается Выбраться на театральную площадь Да, вот у меня очень много обращений На моем округе Установить елки дворовые Ну, где, имеется в виду Где несколько домов крупных Ну, соприкасаются между собой Соприкасающиеся территории, да Просьб достаточно много Вот в этом году поступало Будем пытаться каким-то способом Решать этот вопрос Ну, насколько я помню Администрация у нас же Конкурсы устраивает на лучшее новогоднее оформление Совершенно верно Но есть ТСЖ, которые сами устанавливают елки И проводят большие праздники Хорошие, да вот, можно сказать На красном химике У меня такие приняты в Коминтерне Такие вещи есть То есть это пользуется достаточным спросом И я думаю, что мы с депутатами будем стараться помочь В решении этих вопросов Из депутатских наказов возможно тоже немножко Хотя бы, да, финансировать Софинансировать К сожалению, видите, что вот уже фонд депутатов Депутатский на этот год использовал А только на следующий год можно закладывать такие затраты Кстати, может быть, есть мысль увеличивать этот депутатский фонд Ну, я в прошлом году добился, что вы его увеличили в этом году Напомните сумму Сейчас 6 6 миллионов рублей на одного депутата Нет, на округ А, на округ Когда я начинал, у нас было 2 миллиона В три раза подросло Благодаря, видимо, в том числе вашим усилиям Ну, я уносил всегда это предложение Минута, Юрий Львович, остается У нас предложение тут на днях поступило Увеличивать в городе число объектов Украшенных дымкой Имеется в виду здание Государственного архива Кировской области Которые недавно отремонтировали Это перекресток Азина, Комсомольской и Карла Маркса Вы как на это смотрите? Да я спокойно на это смотрю Как дымки относитесь? К дымке я хорошо отношусь Вот и здание, но есть средства Пускай украшают Вопросов же нет в этом За средства Собственника Собственника, да Конечно Чтобы городской бюджет не имел к этому отношения Ну, старался мименизировать свои затраты в этом вопросе Ну, может иногда и надо И городской бюджет использовать для этого Если это эстетически красиво И в нужном месте То почему бы нет? Если же это некая визитная карточка Нашего города Я ничего плохого в этом не вижу К домам на Комсомольской Я думаю, все уже привыкли, да? Да, я спокойно В дымке Ничего в этом плохого нет Истекает время нашего разговора Программа «Особое мнение» Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Всего доброго, Юрий Львович Всего доброго До свидания До свидания Особое мнение На 101FM